Санэпид-аудиторы по приглашению. Альтернативные услуги бизнесу готовы оказывать специалисты Национального центра экспертизы. Они проверят продукцию, персонал и условия труда. Эксперты не только укажут на недочеты, но и помогут их устранить. Этой услуги не было. Здесь только было, раньше, помните, плановые проверки были, а сейчас с этого года начались проверки эпидзначимых объектов по особому порядку. Раньше они проводились в зависимости от эпидзначимых объектов. Было и один раз в год, и один раз в три месяца, и полгода один раз. Вот такие были. А в этом году, кроме этой проверки по особому порядку, еще введена альтернативная проверка санэпид-аудиторией. Завезить специалистам придется заплатить. У экспертов есть свой приз куранта, согласно которому за проверку они возьмут от 20 до 200 тысяч тенге. В зависимости от категории и мощности бизнес-учреждения. Деньги будут потрачены не зря. Эксперты выдадут заключение, которое избавит предприятие от плановых проверок надзорных органов. Само собой, документ выдадут только тем бизнес-объектам, которые отвечают санэпид-стандартам. Правда, рассчитывать на освобождение от законных проверок могут не все. Их перечень утвержден приказом министра национальной экономики. Но не все предприниматели могут, получив положительное заключение аудиторов, освобождаться от проверки со стороны государственного органа. Потому как есть специальный перечень, в котором утверждены те объекты, которые наиболее подвержены санитарно-эпидемиологическому контролю со стороны государства. Эти объекты уже не освобождаются. Они могут только провести у себя аудит, тем самым повысив качество и уровень санитарного состояния на производстве. Как выяснилось, точный механизм работы нововведения до конца пока не разработан. Предприниматели, которые приняли участие в обсуждении проекта, предложили установить конкретные сроки, в течение которого бизнесмен, воспользовавшийся услугами аудиторов, будет освобожден от плановых проверок. Принятые законодательства не рассматривают, на какой период отложить проверки после получения аудиторского отчета. Мы, бизнесмены, предлагаем, что после проведения аудиторского отчета положительного иметь цвет. На основании положительного аудиторского отчета отложили все проверки в этой отрасли. И этот один экземпляр, чтобы отправляли правовую статистику в прокуратуру, если проверяющий орган пришел, чтобы отразился, что этот документ находился у них в руках, и говорили, что этот объект полностью соответствует всем законным требованиям. Вместе с тем, услуги санэпид-аудиторов могут оказывать физические и юридические лица. Выборы предпринимателей не ограничивают. Чтобы заняться аудиторской деятельностью, желающим нужно иметь разрешение – медицинское образование санитарно-гигиенического профиля, наличие высшей квалификационной категории. Как оказалось, в регионе нехватка специалистов. На всю область насчитывается лишь два аудитора, которые вправе оказывать альтернативные услуги.